Новости из Израиля. С вами Альберт Векслер. Сегодня в программе. На прошлой неделе были возобновлены переговоры с Ираном. Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман выступил в Иерусалиме на конференции президентов ведущих еврейских организаций Америки. Премьер-министр Бенемин Таньяху, министр финансов Яир Лапид и министр экономики Нафтали Беннет согласовали окончательный текст закона о призыве ультра-ортодоксов. Израильский стартап Viber был приобретен японской интернет-компанией Rakuten. Исторический экскурс – 363 год от рождения Христа. На прошлой неделе были возобновлены переговоры с Ираном. Скажем прямо, на сегодняшний день Иран только выиграл. Ничего для этого не сделал. Иранская экономика прореагировала соответствующим образом на облегчение санкции. А агрессивная как внутренняя, так и внешняя иранская политика продолжается, сообщает пресс-служба премьер-министра Израиля. В Иране продолжаются убийства невинных граждан, продолжается и поддержка сирийского режима, не способного без нее существовать. Иран продолжает поставки современного оружия террористическим организациям и призывы к уничтожению Израиля. Между тем, продолжается разработка новых центрифуг и модернизации существующих. Иран не нуждается ни в одной центрифуге для производства ядерной энергии в мирных целях. Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман выступил на конференции президентов ведущих еврейских организаций Америки, которая состоялась в Иерусалиме, сообщает портал News.ru. Он подчеркнул, что в фокусе его выступления будет не мирный процесс и не иранская ядерная угроза, а преемственность традиции еврейского народа, ведущим фактором в сохранении общины и еврейского самосознания в диаспоре, подчеркнул Авигдор Либерман. Было и остается еврейское образование. Недопустима ситуация, при которой ребенок не может получить качественное образование из-за отсутствия необходимых для этого средств у родителей. Все еврейские дети должны иметь возможность посещать школы с высоким уровнем подготовки по истории и традициям своего народа. Проблемы, связанные с отсутствием еврейского образования, характерны не только США, но и для России, Аргентины, Франции и других стран, где существуют крупные еврейские общины. В Америке только 12% еврейских детей посещают еврейские школы. Еврейское образование и алия сегодня являются первоочередными целями Израиля и диаспоры, подчеркнула Авигдор Либерман. «Создание международной сети еврейских школ – только часть моего долгосрочного плана», говорит он. «Конечная цель – способствовать репатриации 3,5 миллионов евреев диаспоры в ближайшие 10 лет, с тем, чтобы еврейское население Израиля перевысило 10 миллионов». Авигдор Либерман заявил, что кому-то мой план покажется нереалистичным, а другие могут сказать, что это не более чем лозунг. Но, как говорил Герцель, если мы этого захотим, это не будет сказкой. Премьер-министр Бенямин Нитанияу, министр финансов Яир Лапид и министр экономики Нафтали Беннет согласовали 19 февраля окончательный текст закона о призыве ультраортодоксов, который будет вынесен на утверждение комиссии, возглавляемой депутатом Кнесета Айелет Шакед. Главным спорным вопросом оставалось введение уголовных санкций против тех, кто продолжит уклоняться от призыва. В соответствии с достигнутым соглашением, уголовные санкции будут задействованы лишь в 2017 году. Однако и после этого уклонисты получат еще от полгода до года для того, чтобы явиться на призывные пункты. Таким образом, реальное вступление в силу уголовных санкций отложено до 2018 года. Министр финансов Яир Лапид заявил, что речь идет не об уголовных санкциях, а о мерах, предусмотренных всеобщим законом о призыве. Все разговоры о специальных уголовных санкциях против ультраортодоксов унизительны. Эти люди не преступники, заявил лидер партии Ешатид. Согласовано также, что возраст призываемых на службу ультраортодоксов не перевысит 26 лет. Решение об уголовных санкциях в отношении уклонистов вызвало резкую критику в ультраортодоксальных партиях. Там обвиняют лидера партии Байта-Ягуди Нафтали Беннет в сознательном обмане и заключении тайного союза с Яиром Лапидом. Добавим также, что 19 февраля комиссия Шакет утвердила пункт законопроекта, согласно которому срок службы студентов военных ешив, ешивот-хездер, будет продлен с 16 до 17 месяцев. Игорь Магазинник родился в Нижнем Новгороде и в 1991 году в возрасте 16 лет репатрировался в Израиль, где окончил школу, отслужил три года в армии, отучился в университете. По его окончании вместе с Талмоном Марко основал свой первый стартап Аймеш. В 2010 году партнеры создали Вайбер, стартап, разработавший программу Мессенджер, так называемый Вайбер. Как сообщал портал из РУС, стартап Вайбер был приобретен японской интернет-компанией Rakuten за 900 миллионов долларов. По поводу шпионских конспираций вокруг Мессенджеров и попытков некоторых арабских стран заблокировать или ограничить работу Вайбер в связи с его израильским происхождением, Магазинник отметил, что приватность пользователей один из главных приоритетов компании. Магазинник сказал, что вы можете посмотреть, что произошло в Саудовской Аравии, где работа нашего сервиса была заблокирована. Мы приняли антимеры, и сейчас Вайбер работает в этой стране. При этом власти Саудовской Аравии так и не получили никакого доступа к пользовательской информации. Исторический экскурс, 363 год от рождения Христа. Римский император Юлиан, наиболее известный как Юлиан Отступник, по причине отвержения христианства и страстного посвящения язычеству, пишет «Послание всем евреям империи». Послание называется «К еврейскому обществу», и в нем Юлиан, ставший правителем всего два года назад, указывает, что он отменяет огромный налог, которым евреи облагались при его дяде Константине и его двоюродном брате Константе I. Он просит евреев о молитве, так как он готовится к войне с персами и пишет «Делайте так, ибо когда я вернусь живым и здоровым с персидской войны, я восстановлю святой город Иерусалим и отстрою его за свой счет, ибо все вы многие годы желали его восстановления, и затем я присоединюсь к вам в восхолении Всевышнего». Евреи действительно верят, что наконец-то их храм будет восстановлен, однако их надежды и рушатся, когда император погибает на войне в юне 363 года. Это были новости из Израиля. С вами был Альберт Векслер. С вами был Альберт Векслер.